Несмотря на огромную стоимость арабского скакуна, настоящий шик для дубайцев – это верблюды. Именно они в Эмиратах считаются главным богатством. Если у тебя есть Бентли, но нет верблюда, никакой ты не богач по местным мирам. Ну, мне покупка верблюда не светит, но кое-что верблюжье я домой увезу. Есть еще одна уникальная штука, которую просто необходимо попробовать в Дубае. Во-первых, потому что это вкусно, а во-вторых, это полезно. Это верблюжье молоко. Я вижу немой вопрос в ваших глазах, где же я смогу напиться свежего парного верблюжьего молока? Ну, конечно же, из-под верблюда. А где найти верблюда? В пустыне. Именно туда я и отправляюсь. Поехали, Фахид. Верблюжье молоко в Эмиратах, как зеленый чай для Китая. Национальный традиционный напиток. Они пьют его каждый день. Кстати, верблюжье молоко гораздо полезнее коровьего. В нем находится в 10 раз больше железа и витамина С. Доят верблюда, только мужчины. Женщин к ним не подпускают. Ну, а техника довольно проста. Ничем не отличается от дойки коровы. Эти руки не держали даже коровьих, титик или корик. Не то, что верблюда. Сейчас попробуем самостоятельно их проделать. Говорит, что нельзя, она не подпускает. Она сразу начинает брыкаться и может лигануть копытом. Видимо, уж очень она меня испугалась. Как бы догонять не пришлось. Не специально слежу из передней лапы, чтобы они не могли далеко убежать. А это даже за этим, на этом особенно опасно. Вообще-то для новичка верблюжье молоко сложный продукт для желудка. Так как молоко очень жирное и похоже на сливки. И немного солоновато на вкус. О, как обязательно ощущение. По вкусу напоминает парное коровье молоко. А главное, что такое уникальное сокровище Эмиратов, доступное даже таким скромным туристам, как я.